На еженедельном совещании с участием заместителей главы района, руководителей федеральных, краевых и районных структур, главы поселения доложили об основных направлениях работы за минувшую неделю. Глава запорожского сельского поселения Нина Колодина проинформировала, что после подтопления в поселке Горхуша завершены постановительные работы по расчистке территорий от мусора и логрязи. Специально организованными мобильными группами проведена оценка причиненного от стихии вреда подтопленных домовладений. На сегодняшний день все списки направлены для осуществления компенсационных выплат. Отработали с паспортным столом регистрацию по тем актам, которые мы хотим компенсацию выплатить. Ну и после планюшки надо зайти, конечно, если можно к вам решить вопрос. Свою отработанное количество людей, если отработанное регистрацию, количество промыводений, все это работает. В Голубицком поселении не останавливается работа по борьбе с несанкционированной торговлей. Рейды по торговым точкам проводятся ежедневно, сообщил глава поселения Владимир Занин. Глава вышестеблеистского поселения Пантелей-Хаджиди обратился с просьбой усилить контроль за движением большегрузного транспорта по дорогам поселения. Знак стоит 40, никто его никогда не выполняет. Знак стоит 60, а не 80. Знак стоит 40, а не 60 едут. Но я думаю, может быть, на период, пока построим дорогу, надо совместными решениями, решением Совета Безопасности района, наверное, выставить с предложением, может поставить 30, хотя бы чтобы 50 ехали. Там, где у нас находится школа, садики и центр, поставить знаки, остановка запрещена. Потому что становятся в ряд по 6-7 машин, а они становятся половина на проезжей части, половина на... Давайте говорить так, Пантелей-Хаджиди, значит, каждому главе говорю, обращаюсь, давайте от писем уйдем, напрямую созваниваемся. Сейчас ситуация не та, что мы можем письма друг к другу писать и переписываться, да? Говорите, предлагайте, я говорю, да, вы ставите. Все, управление дорог не замыкается. Я решу, с управлением дорог все проблемы. Надо поставить. В ходе совещания руководитель муниципалитета поставил задачу активизировать работу по благоустройству района, обеспечить соответствующий внешний вид объекта придорожной торговли.